Памятник преподобному ученице Елизавете Федоровне открыт в Нижней Орианде. Освящение бюста состоялось в День памяти святителя Николая Чудотворца, когда День Ангела отмечал настоятель Покровского храма протеерей Николай Доненко. Левадия и Нижняя Орианда в конце XIX века слились в единую царскую резиденцию. Это были места царского уединения. Поэтому не случайно, что в Нижней Орианде, в знаменитом Покровском храме, где служил святой праведный Иоанн Кронштадтский, открыли памятник сестре последней русской императрицы Елизавете Федоровне, которая вошла в историю как Великая Матушка Благотворительница. Открытие памятника состоялось 22 мая в День памяти святого Николая Чудотворца и в День для заименитства настоятеля Покровского храма протеерея Николая Доненко. Кроме этого, состоялся крестный ход и освящение памятника. Автор памятника – киевский скульптор Олег Радевич, автор и исполнитель алтарей храмов, накупольных крестов, а также бюста святого праведного Иоанна Кронштадтского, установленного в Покровском храме. Почтил своим присутствием верующих и известный архимандрит Илей, который неоднократно бывал на южном берегу Крыма и делился с крымчанами бесценными духовными советами. Поздравить настоятеля и прихожан приехали и артисты. Известный севастопольский музыкальный экипаж «Приморский парк». В заключении мероприятия для всех прихожан и гостей традиционно был накрыт праздничный стол. И, конечно, неоднократно в адрес настоятеля Покровского храма в Нижней Орианде протеерея Николая Доненко звучало заздравное многое лето.